когда днепр это то что высечено на сердце игровую карьеру евгения капова можно сравнить с одноименной рекой ее русло текло в одном месте на протяжении 18 лет вот и сам он вспоминает знаете какое что я в рогачеве жил возле реки и какие-то свои даже вот индивидуальные тренировки проходил возле речки там есть песо ну песок есть горка есть я много часто когда и даже помню чемпионата союза готовился среди юношей там до 14 лет там и команда наша рогачевского ехала я готовился и ну сам бегал так и вот и от помню что очень часто там скажем и пробежки и тренировки делал возле реки боец те кто видел игру капова помнят что он всегда был готов бороться до конца не грубо но жестко по футбольному этому научился еще в детстве до футбола и вообще занимался греко-римской борьбы с первых с первого класса я пошел сразу записался даже не без родителей меня там друг со двора пошли я с 1 по 1 2 3 класса греко-римской борьбы за нос и кстати ну подавал надежды даже наверное больше в футболе ну и не могу сказать что там какие-то там уже тогда я там сформировался как какой-то там боец еще нет но все это рождалось уже наверно в процессе тренировок и наверное возмужение в плане уже профессионального спорта капов не выделялся среди сверстников но всегда считался талантливым много работал поэтому и получал свои шансы и в его карьере есть одно важное достижение чемпионство в 1998 единственное для могилевчан ну надо на тот момент такого чтобы не было постановки каких-то задач как-то из года в год было плеяда футболистов которые она со школы сына с интерната в принципе после рогачева продолжил путь свой да и она подкреплялась из года в год да и свои выпускниками своими и опять же ну молодежи да у нас достаточно было и всегда да и подкрепление ну те же игроки такие колоритные да там которые у нас были скажем ну дало свое такое опять же говорю задач не было да и тогда наверное где-то но она уже появилась когда нас а когда мы начали набирать ну скажем очки победы и уже как бы никуда тоже не спрыгаешь к ней на переправе уже не менялись подарил ее другу на день рождения то есть у меня есть другом и я вот подарю ну так не то что там самое дорогое но спорте наверное единственная такая у меня чемпионская медаль и ну скажем я ее подарил сейчас его честь болельщики делают мурал и благодарят за 18 лет карьеры но как оно обычно бывает предложение от других команд всплывали а ведь могло и не получиться такой великой истории на то время было несколько предложений да ну там были предложения которых я ездил и я не прошел допустим меня не взяли там допустим тоже гомель и динамоминске были ну там динаминск да и гомель и но белшина тоже самое там был уже не проставался все время казалось бы ну следующий год может быть закончится тракт будут подыщу что-то другое но такого как все время с года год нет 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 и в итоге я завершил карьеру днепре быть известной личностью в 350 тысяч нам городе то еще проблема футбол могилёве любят и капова на улице узнаю часто такие издержки такое время быть в одном клубе ну естественно что болельщики меня знают это и одна обратная сторона медали есть плюс минус никуда не сходишь и поэтому и ну это такое ответственности естественно и эти отношения если с болельщиками и с фанатами но очень хорошая и практически со всеми это нарисовали сразу изначально это фанаты скажем и разрешено получили разрешение от директора стадиона на то время и конечно это приятно и скажем и ну и огромное спасибо им потому что ясля и скажем у меня с ними всегда были хорошие отношения и они ко мне хорошо относились если в чемпионском сезоне он просто выходил то с бронзой 2009 история иная конечно могилёву отчасти повезло оказаться в призерах в конце сезона но путь в еврокубках в следующем летом доказал что все это было не случайно бронзовая медаль конечно это уже девятый год 2009 да то уже как бы непосредственную часть уже капитаном команды был и ну для меня она наверно большая значимость имеет а ведь был тот самый плей-офф с вильяреалом ну естественно у каждого спортсмена всегда есть волнение частности у меня и и настрой это ну да мурашки были каповы это целая династия сын красимир тоже в днепре как игрок продолжает дело отца почему такое необычное имя оказывается корни семьи вообще не отсюда просто мне отец него корни бессарабского болгарин бессарабский болгарин он сам не не из беларуси на радиус но это украинцы одесской область племена там есть такие разные там да вообще-то как румына я насколько я там читал даже хотя но и я просто мне тогда вот на то время мне было 21 год или 20 22 как он родился понятно в голове такое мне нравится это имя и учитывая что же отец все-таки имеет корни назвал этим именем хотя жена там была против и и даже когда писал в загсе мне не хотели это имя я пришел я пишу ну свидетельство рождения и там женщина говорит что вы делаете вы вы совершаете ошибку его будут обзывать школе и ну не написала мне даже видите жену согласия жены но и привели но уже надо да ну и так вот записала все нормально как видите сейчас на сегодняшний взгляд этим именем не удивишь на бровке он тренер и к сыну поблажек нет понятно в городе евгений уважают но свою карьеру красимир творит самостоятельно и вместе они стараются вернуть могилев скому футболу его лучшие времена я уверен что многие думают что там я там его за него за его там играю я же за него не играю правильно и он не видите как если вы следите не играя сейчас в основном составе да он есть не при но каким-то качеством и та же карьера перед этим тоже в динамо минске он был и по своей скажем способностям и убрали его оттуда или ушел он оттуда то есть тоже если сильно будут играть слабый нет